Пишет Павел. На одном из семинаров Алексей говорил о рождении ребенка как о победе. То есть, родившись через муки и усилия, ребенок в конечном счете испытывает чувство победы. Это в будущем даст ребенку возможность не бояться и предотвратить трудности. Но как быть с детьми, рожденными посредством кесарево сечения? Ведь, придя в этот мир, ребенок в таком случае не испытал сложность рождения и последующую победу. Детей, рожденных посредством кесарево сечения, стоит ли воспитывать более строго, чем детей, родившихся естественным путем? Да. У меня у самой ребенок родился через кесарево, мой единственный сын, которого я очень поздно родила. Я, кстати, тоже через кесарево. Дети кесарево, они не имеют в своей матрице, в своей памяти, в своем первоначальном опыте, опыт прохождения трудностей. Они полагаются на других. Вот такое понятие, что сейчас придет кто-то и сделает все. Надо найти кого-то, кто это сделает. То есть в одного бороться не умеют. Ищут партнера, ищут поддержки. Кто-то это сделает, но не я. Здесь, конечно, можно приложить усилия во время воспитания. Социализация меняет многое. Если этим серьезно заниматься, прям осознанно заниматься тем, что ребенок, ему необходимо понять свою силу. Тем более, особенно мальчику, если мальчик родился. Девочка, полагающаяся на других, ну и хорошо. Если девочка умеет полагаться на других, если она умеет просить о помощи, это замечательно. Главное, чтобы был кто-то рядом, кто эту помощь окажет. И, как правило, вы знаете, у таких девочек говорят, да, ее научишь на других опираться, а вдруг этих других нет вокруг. Вот не видела я ни разу. Они как-то находят этих людей, и люди их находят. И они спокойно просят, и полагаются на других. И другие для них с удовольствием делают. Ну, это же девочки. То есть вот все срастается. У мальчика другая задача. Он защитник, он на передовой. И ему нужно все равно научиться преодолевать препятствия. Поэтому, когда он растет, ты ему, ну, не скажем, прям, иногда и специально создаешь препятствия. Создаешь ситуации, где он сам, как взрослый, что-то преодолевает. Но главное не это. Главное зафиксировать победу. Потому что тот, который научился преодолевать препятствия, но не фиксирует победу, он вот тоже несчастный человек. Тот, который не научился преодолевать, он боится этого мира и не двигается никуда. Да, такой вот скукоженный весь. Как вот эмбриончик. Мама, роди меня обратно. Есть такое выражение. А тот, который научился преодолевать, но не фиксировать победы, он все время преодолевает, преодолевает, преодолевает. В конце концов, на дистанции гибнет. Понимаете? Тоже ничего хорошего в этом нет. Поэтому кто говорит, что ты молодец? Мононец. Мама говорит, женщины говорят. Отец может говорить, бабушка. Ну, близкие. То есть учить ребенка радоваться своим победам. Если он не замечает, надо, чтобы окружающие замечали. Говорили, вот ты классный, вот у тебя здорово получилось. Ну, то, что получается на самом деле. Ну, и как-то это выравнивается все равно. Ну, надо самостоятельности абсолютно учить. Мы вообще своего в 15 лет в Новосибирск отправили. Нам говорили, мне подошла его педагог по вокалу, говорит. Вам не страшно его отправлять в Новосибирск? Мы всего 15. А я знаю, что там дети с первого класса без родителей, одаренные, учатся. Я говорю, да, вот в этой школе, училище для одаренных детей, музыкально одаренных. И я говорю, нет, мне не страшно. Мне гораздо страшнее, если моему сыну 38, он нигде не работает, живет со мной и просит у меня деньги на сигареты. Вот это страшно. Потому что я таких консультировала, я знаю таких. Мама активная, мне ничего не остается, как зарабатывать. Ты активность убавь, на сына ее переведи, чтобы он бегал, зарабатывал. Да, это более нормально, это более здоровые отношения, когда пожилая мама и состоявшийся сын. Ну, вот такое бывает у людей. Я не осуждаю, но я не хотела бы такое. И мы отправили его туда. И когда он через год приехал, ну, на каникулы еще приезжал, это, конечно, возвращение блудного сына. Прям там пафос такой, слезы. Было очень трудно. Ему эмоционально было трудно. Но он преодолел все это. Тем более сейчас, когда есть вот эти вот интернет, скайпы, ватсапы, я не знаю, да, все что угодно. Можно перезвониться, пообщаться, любые вопросы задать. Я отвечал на вопросы дистанционно. Дистанционно. Но я своего сына, он тоже кисареный, я не жалею никогда. Я говорю, как оно в жизни на самом деле. Ему в жизни жить. Зачем я приукрашивать буду реальность? Но говорит нам на том языке, в каком возрасте ребенок. То есть не надо пугать ужасными вещами, какие-то взрослые вещи говорить трехлетнему ребенку. Надо на его уровне, в виде сказки рассказывать. А чем старше становится, тем более серьезную информацию о жизни. Потому что ему жить дальше здесь. Если мы живем по этим правилам, ему нужно по ним научиться жить. А если взрослый человек и кисареный в детстве, он может сам себя как-то воспитывать? Если он уже взрослый, он как-то выжил до этих лет, до взрослых. Значит, у него нормально все. Он же выжил. У взрослого мужчины уже есть способ выживания. Попробуй ты его сковырни с этого способа. Он и будет этим способом. Если у него получается. Хорошо, Кабранов сказал, и как сейчас помню. Вот забор стоит. Один будет подкоп делать под забор. Другой будет выламывать досочку, пролазить сквозь забор. Третий просто его весь уронит и пройдет. Да, я Федя. И пойдет. Перепрыгнет. А третий скажет, ребят, перекиньте меня. Вот это кисареный. Ребят, перекиньте меня. И все. Он найдет ребят, они его перекинут. Это тоже решение проблемы. Ну, как бы взрослый, если уже человек состоявшийся. Если у него все работает, работает не лезь. Если что-то работает, не лезь туда. Вот если он пришел и говорит, а у меня перестало работать. И причина именно в этом, да, что вот он полагается на других. И как-то так расслабился и совсем перестал развиваться. Все время полагается на других. Мы о таком говорили сегодня, что активный иждивенец такой. Ну, тогда другой разговор. Тогда взрослеть надо, конечно. Ты, конечно, пуп земли, но ты не один. Мы все такие. Все хотим. Место под солнцем. Ну, пойдем дальше. Хорошо.